МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На историю спортивного движения вашим любимым отечеством. Первая спартакиада наших народов прошла в 19-м году, когда шла еще Гражданская война. Спортивный парад был первый проведен. Затем еще перед войной каждый год проводились уникальные спортивные праздники, потрясающие по своей красоте и масштабу. После 1945 года, 9 мая отметили День Победы, через 4 дня начался чемпионат стороны по футболу, и московская «Динамо» выиграла то первенство. Англичане решили показать, как надо играть в футбол, пригласили наше «Динамо», и оно осенью выезжало играть на Британские острова. «Динамо» показало феноменальный результат. Когда они 3-3 закончили игру с «Челси», англичане на руках вынесли нашу команду. Не дрались, как во Франции, а на руках вынесли. Когда на второй день разгромили «Арсенал» лучшую команду, 100 тысяч на стадионе были шокированы. Когда еще и через несколько дней выиграли еще одной командой с разгромным счетом, а все 4 матча закончили 18-9, голов в нашу пользу, Англия была шокирована. Она, вообще-то говоря, на своей территории войны не испытала, как мы, так играли наши с вами спортсмены победить. А затем мы выехали на первую Олимпиаду. За 18 зимних и летних Олимпиад мы в 12 были чемпионами, а на 6 заняли вторые места. Мы прямо заявляли, поддержите детско-юношеские школы, займитесь серьезно спортом на местах, не свертывайте про спортакиады народов нашей страны, посмотрите лучшее, что было. Когда в 45-м году проводили спортакиаду, Сталин стоял на трибуне, и Дуайту Эйзенхауру, который командовал оккупационно-американскими войсками в Германии, 5 часов комментировал, когда проходили наши спортивные команды и демонстрировали потрясающие образцы физических достижений. Прочитайте вспоминания Дуайта Эйзенхауру, он потом был президентом США, он говорит, что ничего похожего в жизни не видел и даже не представлял, что это возможно в стране, которая еще недавно вся сражала. Нам надо было укреплять эти позиции. Допинг вообще влез в спор давно. Те же американцы были наказаны несколько раз, в прошлый раз шесть их лучших лекарств отстранили. Но никто в нашей стране ни одного словечка не сказал, что надо сборную по легкой атлетике Америке в полном составе отстранять от соревнований. Это откровенное политиканство, преступное, со стороны прежде всего Соединенных Штатов Америки. Они не захотели простить нашей стране эти высочайшие достижения в спорте. Они еще в 80-м году, открывайте Бзижинского, читайте, он признается, что они провоцировали нас в Афгане. Он признается, что специально втаскивали, делали все необходимое. Он признается, что после этого они сознательно бойкотировали Московскую Олимпиаду. Я ее готовил в 80-м году и помню, какая работа была проведена. Поэтому надо было от них ожидать любой мерзости, любой подлянки, потому что соревноваться уже не могут, а нормально соперничать они никогда не готовы. Тогда посмотрите, что было накануне и в ходе проведения Пекинской Олимпиады. Ведь в тот день, когда Олимпиада Пекинская открывалась, под руководством американских генералов развязали войну на Кавказе. Они отдали приказ сумасшедшим Саакашвили и бомбили. Что они бомбили в первую очередь в Южной Осетии? Из 50 школ, 49 школ расстреляли. Там, где дети занимались учебой, спортом и всем остальным. Надо было всему миру тогда сказать и не стесняться об этом. Они нам не могут простить Сочинскую Олимпиаду. Прежде всего, я читал их материалы. Говорили, не построят, не сделают, не сумеют. Все построили, великолепная база, организовали соревнования. Все, кто приехал, в восторге были. Бух Баха, я слушал, как он восхищался, как все было подготовлено и сделано, что олимпийские принципы дружбы и братства и спорта все выше всего и так далее. Потом завершать Олимпиаду, и вдруг, включаю, показаны те же под руководством американцев, ЦРУшников, пылает Киев. Почему пылает? Потому что начали переворот, день завершения Олимпийских игр. Опять те же самые американцы, те же самые спецслужбы, та же самая свора, которая ненавидит все русское, советское, народное и наша пятая колонна, которая сейчас выпустила, распушила перья и продолжает издеваться над тем. Поэтому ничего, вот для меня лично, ничего нового в этом решении нет. Позорно, стыдно, унизительно. Мы были впереди планеты всей по победе. Пытались обхаять всю нашу победу. Но, слава Богу, мы ее уберегли. И бессмертный полк уберег, и Крым, и Севастополь уберегли, и Донбасс восстал против фашистов. Мы были впереди планеты всех по космосу. Вот. Все санкции наложили. А космические корабли летают пока вместе. Почему? Потому что без наших движков они не в состоянии реализовать программу. Но свои реализуют. Мы были первые по спорту. Вот теперь всячески надо сделать, что такое страну, которая всегда входила в тройку лучших спортивных держав мира. Какой-то суд, какой-то Маклайнен и так далее. Я послушал его. Это бред маразматика, который сидел, выполнял задания. Ему задают вопрос. В каких видах спорта вы нашли пробы положительные? Он толком сказать не может. У каких спортсменов? Он тоже не может. В каких видах спорта? Их там 30 видов. Тоже не может. Просто выполнял человек бессовестно, нахально, отвратительно, мерзко, унизительно для олимпийского движения, для американцев, для канадцев. Вот этот подлый, пошлый, отвратительный заказ с любой точки зрения. Хотите ответить на эти вызовы? Он есть абсолютно. Советская сторона его давно показала. Организуйте завтра спартакиаду всех народов. Поднимите на спорт все детско-юношеские школы. Откажитесь от этих сумасшедших гонораров, когда у «Зенита» один оклад одного игрока. Это содержание 500 тренеров детско-юношеских спор. Организуйте производство и оборудование всех детско-спортивных площадок в каждом дворе, в каждом районном центре. Покажите, что вы можете решать эти проблемы. От того решения, которое принято, унижены все спортсмены. Какой ты спортсмен и победитель на Олимпийских играх, если лучшие спортсмены страны, которые всегда шла у фаворита, с вами не соперничают. У вас медали будут все фальшивые. Я бы на месте всех спортивных обществ, которые есть в мире, самым просто восстал против этого безумия и безобразия. Сидят несколько юристов и делают... Какие доказательства? Я просил, я показал, подберите мне все доказательства, я сам спортсмен. Я говорю, никаких доказательств нет. Родченков сидит, тут жульничал, мерзавец, законченный и так далее. Туда уехал. На показания одного перебежчика формирует дело против всех спортсменов. Без СМБаевой не могут быть там нормальные соревнования по прыжкам в шестом. Прыгала великолепно, я ее близко знаю, я вместе с ней принимал объекты на Олимпиаде в Сочи. Восторгом смотрел ее тренировки. Родила, вышла и снова показала лучший результат в мире. Вы так все аспаригуны с шестом, с чем угодно. Вы объясните всему этим самым провокаторам американским, этим цервушникам в спорте, что они подрывают целым мир на планете. Эти глобалисты с ума сошли. Просто стыдно смотреть. Но еще раз вам всем заявляю, нас будут уважать сильных, образованных, грамотных и успешных. В противном случае англо-санкции как нас душили, 700 лет так и продолжают душить. Куда они кинь, глянь. Я специально работу писал об их политике 200 лет американской мечты. Я просто ахнул. За 200 лет менялись президенты, эпохи, партии тому власти. С точки зрения стратегической линии были два принципа. Первый экспансия души всех оппонентов. И второе провокация. Это на 300% провокация. против спорта, против страны, против соперничества, против мира. Поэтому давайте все выскажем нет против такого рода решений. А что касается нашего спорткомитета, тоже надо думать и чесаться вовремя. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова